Эй, пацан, минуточку внимания. Слышал про Булкин Кейс, магазин охуеванья? Игры по ценам с самым лучшим. Не веришь? Да погоди, погоди, погоди. Послушай. Лучший сайт с прекрасными игрухами. GTA 5 за 249 рублей? Это ли не шутка? Покупай на Булкин Кейс, будешь всегда в плюсе. От таких цен охуевает даже тётя Люся. Различные рандомы, призы и акции. Это всё похоже, бля, на какую-то сенсацию. Скорее забегай на Булкин Кейс. Ништяки скидонные игрухи. Всё это здесь. Здорово, здорово, дорогие друзья. С вами Булкин и добро пожаловать на новенькую серию по Forza Motorsport 7. Друзья, я очень рад, что вы оценили её по достоинству. Прям вот... Прям молодцы, прям. Прям молодцы. Друзья, да, я напоминаю, что это не знаю, что теперь на канале будет, типа, только Forza Motorsport 7, а Forza Horizon 2 не будет. Это не так, просто сегодня у нас серия Motorsport 7. Следующее по Forza будет Horizon 2. Итак, друзья, нет, не надо мне показывать интерьер А45 АМГ. Я прекрасно понимаю... Понимаю, что... Понимаю прекрасно. Геймпад. Алё, только что работал. Ну, бывает, ладно. Итак, друзья, мы, конечно же, я думаю, будем продолжать гонять в карьере. Ну, вы пишите, на самом деле, в комментарии, что вообще вот в Forza Motorsport 7 именно. Именно в седьмом моторспорте. Играть, проходить карьеру или же... Ага, мокрая, ага, хуйня, всё. Или же просто ещё разбавлять свободными заездами, потому что там, естественно, практически все машины доступны. И мы можем там чисто, там, может, что-нибудь там как-то... Ну, вы поняли. Я вот не понимаю, почему такая долгая загрузка, на самом деле. Реально, как будто мы грузим какую-то, я не знаю, прям что. Прям реально не напоминает какой-то гран-туризм старый. Ладно. Я вообще-то ещё не говорил, что типа продолжить. А, то есть мне даёт настроить только в то время, когда я понял. Нифига себе, какие они интересные. То есть я могу настраивать всё до того момента, пока загрузится трасса. Окей. Так, давайте костюм водителя. Вот это вот самое главное, ребят. Самое главное, я должен хорошо выгнать. Вот это вообще пиздец охуенно. Ну, то есть я так понимаю, здесь можно пиздец. Смотрите, сколько вы... Вот это что, блядь, такое? Вот это вот нормально вообще? Это законно вообще такое в костюме-то? Ладно, хорошо. А, значит, сложность драйва аватаров. Чё у нас ещё по сложности? Средний? Выше среднего? О-хо-хо-хо-хо! Давайте попробуем сразу замахнуться. Ну, непобедимы не будут. Профессионал. Давайте профессионал. Ограничение агрессивности. Да, ну нахуй. Показывать дизайн драйва аватаров. Ну, можно. Почему ограничение агрессивности стоит, я не особо понял. Я его выключил. Вот так будет веселее, я думаю. Так, помощь. Ещё раз проверяем. Всё. Реалистичное. Выключено, выключено. Реалистичное. Всё. Длительность гонки. Выберите преследовательность гонок. Нихуя себе. Типа я должен ещё... Это что, типа круги? Так, знаете... В кавычках, ну... Или что это? Ну ладно, хорошо. Итак, пробуем, друзья. Предпоследний уровень сложности сразу. Стоковый А45 АМГ. И, собственно, полностью... Полностью... Отключённая вся стабилизация. Вся хуйня. Только АБС у нас работает. И перемоточка включена. Чисто хардкор. Как я люблю, друзья. Стартуя я, как всегда. Я думал последний. Но нет, не последний. А45 АМГ. Раздуваем до предельных оборотов. И... Друзья, будем пробовать. Давайте из-за руля. Так. О-о-о-о. Чё-то ребятки, чё-то как будто, знаете, не с ланча стартуют. А прям-таки с холостого хода идут. Так. Мокрая дорога. Надо быть... Нихуя себе. Нет. Я когда включал, конечно... Стоп-стоп, блядь. Так дело, блядь, не пойдёт вообще. Это какая-то хуйня на постном масле. Я, конечно, всё понимаю, но... Просто... Сейчас вот я переключу быстренько вид, и вы поймёте, что произошло. Я сейчас... Сейчас я вам всё покажу, ребят. Вот в этот момент меня в жопу таранит какой-то, блядь, чертило ебаный. Я, конечно, агрессивно исключал, но я не думал, что настолько будет всё агрессивно. Это... Альфа Ромео вот тут, блядь. Челик меня. Смотрите, вон. Как подтверждение сзади, справа. Видите коцку на бампере? Совсем охуел, черт. Так. Слушайте, мне, конечно, игра очень нравится. Она очень красивая. Она вполне себе захватывает дух, да, гру... Нет, это, конечно, не Horizon 2, друзья. Я немножечко пока что, знаете, ещё привык к Horizon, поэтому у меня... Блин, да. Когда я проехал прошлую гонку, вот помните, в прошлой серии, это было, конечно, не так всё... Не так всё, блядь. Просто. Слушайте, наоборот, было просто, а сейчас я прям реально потею. Ну, я люблю, когда я потею. Прям, блядь, вообще. Слушайте, ну... Давайте пробовать, давайте пробовать. Я пока что стараюсь максимально агрессивно ехать, конечно, без всяких там... Подляночек, типа, там, столкнуть кого-то с трассы. Больше реализма добавляю. Но, слушайте, мне не нравится то, что у меня почему-то на скорости... Мазда, например... Да нахуел, слышите? Смотрите, что он творит, блядь. Он меня закинул просто в дрифт. Я даже не буду перематывать, это было красиво. Вообще охуел. Я, конечно, добавлял реалистичности это, агрессивности соперникам. Но я же не думал, что они будут настолько, блядь, прям жёстко со мной обращаться. Слушайте, а вот вам и, пожалуйста, предпоследний уровень соперников. Я прям еду пятый, и не сказать, что я кого-то пытаюсь... Полный привод тащит. Да, именно так. И знаете, вот очень... Это, наверное, та самая игра, в которой мне реально сложно ехать в дождь. Обычно, как бы, я приспосабливаюсь к каким-то, да, погодным условиям. И стараюсь этого для себя не замечать, потому что, ну, привыкаешь. Но здесь дождь реализован настолько, блядь, грамотно, что я сейчас прям чувствую, что... Чуть-чуть малейшее движение. И мне пизда. Просто пизда. Так, ладно, хорошо. Тихо-тихо-тихо, не можешь. Жена болтает как говно, блядь, чё за резина вообще здесь стоит? Такое ощущение, что, знаете, я вот... Когда... Вот чё меня иногда раздражает, блядь, в играх, то, что ты, когда ставишь более реалистичный какой-то вот... Там, помощников отключаешь и так далее, чтобы всякие там помощи не зарабатывали. Такое ощущение, что... Ты... Ну, не то, что это добавляет реализма, это... Добавляет, блядь, какого-то долбоебизма в том плане, что... Тебе не просто, типа, тяжело ехать, а это как-то становится прям impossible, блядь. Реально прям какой-то, блядь, я не знаю. Знаете, что я не пойму? Вот я сейчас... Сейчас, я сейчас просто расскажу. Посмотрите на Audi, да? Третий там, это типа его Nikola S14 или что, я хуй знаю, конечно. Зачем такая долгая перемотка? Я мог бы и не так сильно перемотаться. Почему у него значок Nissan около цифры 3? Это что значит? Это его эмблемка? Почему он на Audi едет? Бля, я не могу догнать Audi RS3. Просто, прошлого поколения. Это сложно. Без перемотки я бы сосал сейчас большой бы и длинный, и красивый. Но, тем не менее, пока что, ребят, я, конечно, давлю на жопу. Блядь, ты че так тупишь-то? Че ты меня притормаживаешь? Вот почему я сейчас всасываю вот напрямую? Смотрите, я сейчас его... Нет, против него я еще нормально еду. Не хватает, блядь, лошадей. Не хватает. Ну, так, с трудом обгоняю. Друзья, у нас еще есть, в принципе, круги. Надо каждый круг. Кого-то это самое. Она ебануто себя ведет, эта машина просто на дожди. Настолько, я не знаю, настолько ли реалистично реализован дождь, что я просто охуеваю. Я просто охуеваю, ребят. Не, ну, пожалуй, наверное, я таких сильных, честно вам скажу, не буду ставить ботов больше. Нет, это просто что-то нереальное. Я не знаю, конечно, я выключил систему стабилизации. Я как езжу? Я езжу как долбоеб, да? Понятное дело, что в гонках никто не будет на дожде выключать полностью стабилизацию. Ее либо максимум придушат, потому что, ну, иногда нужно, чтобы машина снесла. Но чтобы полностью ее выключить, надо быть психом. Я, походу, им и являюсь. Но я просто за полный реализм, за полное ощущение стабилизации. Вот представляете, что сейчас было, если бы я ехал на заднем приводе вот сейчас вот? Я бы сейчас охуел от жизни просто. Я бы проклинал все на свете, потому что это было бы что-то просто невообразимое. Вот хорошо сейчас вошел. Вполне себе, кстати, очень даже хорошо. Я еще постараюсь первым прийти, блядь. Я понимаю, что это слишком потно. И, знаете, лучше ехать, наверное, что... Меньше потеть, но меньше... Меня просто смущают перемотки. Я не хочу тоже перематывать лишний раз. Вот видите, я, например, ошибся. Я хочу лучше, я буду ехать сосредоточенно. Это будет не так сложно в плане соперников. Но я не буду мотать каждый раз. Потому что перемотки для меня это самое, блядь, позорное, что может быть. И я себе этого позволить не могу. Надо лучше потом как-то ограничиться... Что за призы, блядь? Ограничиться перемотками, но... Ребят, это я в натуре говорю, я сейчас потею, блядь. Я потею, пиздец. Я не могу привыкнуть до сих пор, как себя ведет А45 АМГ без стабилизации на вот такое вот покрытие. Вот этот поворот я до сих пор не вошел с первого раза. Потому что здесь, смотрю, они тормозят в последний момент. Но у них у всех стабилизейшн работает, блядь. А я ухожу в юз, наконец-то, блядь. Я еще и, в принципе, даже относительно вроде лучше прошел, чем в Гольф-Р. Но я надеюсь, что Гольф-Р сейчас в стороночке останется у нас. Нет, хуйня. Нет, это просто хуйня. Сейчас мы попробуем разобраться немножко с системой стабилизации, потому что... Ну, это просто что-то нереальное, блядь. Я чересчур хардкорные задачи себе ставлю просто. Блядь. Прости меня, пожалуйста. Пятый круг из пяти. Нет, я, блядь, конечно, все понимаю. Вообще все в этой жизни понимаю. Но чтобы у меня в потной гонке, блядь, игра вылетала... Игра вылетала в последний момент на последнем повороте, грубо говоря. Такой хуйни у меня, конечно, мало, когда встречается, блядь. Что-то в последнее время у меня начинает, ребят, подбамбливать. Реально, у меня какой-то, блядь, бомбежка идет. Просто реально какая-то бомбежка идет. Так, хорошо, давайте, ладно, чтобы... Я так понимаю, что мне все заново, да, надо ехать? Все заново, типа, все. Сейчас, смотрите, ждет дождь меня, да? Я... А! Да? Что ты говоришь, блядь? Неужели? Серьезно? Дождик сейчас будет идти? Блядь, что-то как-то я, знаешь... Чувак, не хочу, блядь, ехать. Вот что-то, блядь, передумал я. Ой, блядь. Нет, конечно, я просто понимаю, что это будет все скучно. Мне опять надо будет пять кругов ехать и опять же по этой же трассе. Давайте, друзья, мы разбавим лучше. Мы лучше вернемся к этой гонке в следующей серии. Или уже не вернемся? Нет, давайте мы все-таки, наверное, выйдем из нее. Я понимаю, что это будет скучно смотреть второй раз, как я буду ехать. Хотя я могу более, конечно, получше проехать. Тем более я сейчас собираюсь с этими. Не, ребят, я думаю, что вы обидитесь, если я поеду сейчас еще раз. И это будет реально не кайфово, блядь. Полчаса я гоняю в одной гонке. Ну, нахуй. Лучше я не буду даже позориться. Я лучше потом спокойненько либо населю, либо не населю. Мы можем вот с вами смотреть суперкар. А, хуешки мне, да, там были бы. То есть я должен пройти полностью здесь. Все, я понял. Вот Джим Кана я бы хотел уже поучаствовать. Ладно, нет. Ребят, вы пишите, да, все равно, как вообще карьера, не карьера. Потому что, ну, как бы, давайте сегодня у нас будет и карьера. Хотя мы и не прошли в итоге гонку. И свободный заезд. Давайте сами его настроим. Покатаемся. Так, спокойненько. И все будет хорошо. Попробуем тоже попотеть. Так, значит, давайте попробуем выбрать нормальную. Какой-то раз останавливается больше этого окружения. Что там? А, ну, типа я понял. Блин, вообще, смотрите, сколько всего здесь. Просто красотища ебаная. Может, Нюрпургринг ебануть, а? Давайте Нюрпургринг ебанем. Чуп-чупы нет. Давайте сразу. Прям вот. Ну, давайте просто именно петлю. Нет. GP мы уберем, а возьмем норш-лайфа именно. Вот, без GP-шного круга. Просто норш-лайфа. Это будет жестко. Подождите, списки лидеров тут есть. Что тут написано в списках лидеров? Мне интересно. 7,55. На чем это он проехал? Мини. А, это именно по классу даже. А сколько вообще? На мини, 75. Слушайте, можно, конечно, попробовать. Мне просто интересно, за сколько я проеду. Мини, Джон Куперсворк. Куперворкс. Куперсворк. Куперсворк. Слушайте, а что такие времена-то хуёвые у всех? То есть у меня, в принципе, есть... Ну-ка, чел ехал с файлом тюнинга. Это САБС ехал. Ну, вот, в принципе, мы поедем с САБС. Систему я не буду включать. Давайте попробуем. Значит, у нас сколько, в принципе, 7,55 рекорд. Сколько я на А-45 смогу проехать, например? Так, правила. Это всё понятно. Круги 1. Количество дайв аватаров. Давайте чисто, может быть... Давайте на время попробуем проехать. Гонка на время, длительность гонок. Блядь, нет, не такая гонка на... Драк... Что, блядь, тут драк-рейсинг? Дрифт. О-о-о, ребята. Ну, давайте сегодня у нас будет гонка по Норшляйфе всё-таки. Один круг. Норшляйфе без драйв аватаров. День. Категория машин. Ёпт твою мать. Да я как бы любой. Так, правила. Господи, как всё сложно. Класс водитель, любое ограничение машин. Так, всё, в пизду. Значит, мы настроили. Теперь потом главное глянуть. Значит, сейчас время главное моё запомнить. Поехали, выбрать машину. Значит, нам нужен... Класс С. 499. Так, подождите, арендовать машину. Класс С там нам показывалось, да? Это у нас сейчас что, класс С весь идёт? Нет, нихуя не класс С идёт. Блядь, чё тут есть? Какая соска. Ёпаный насос. Ну-ка, подождите. Давайте попробуем фильтр. Класс С. Именно классом С, потому что, во-первых, чтобы особо мне не выёбываться, да? И чё, а где фильтр? Чё, не сработал? А, применить фильтр. Всё, поехали. Класс С. Ну, блядь, класс С, покажи мне машины класса С. Ебать тебе рот, блядь. Ой, какой же ты, блядь, ебанутый. И чё, я поставил класс С? А, всё, класс С. Извиняюсь. Так, чё-то, знаете, вот интересно. Чувак взял и проехался на мини-джон-куперсворк, да? Какой у него был? GP? Да, GP, вот этот он брал. Передний привод, между прочим. Слушайте, интересно. Давайте попробуем. Мне просто интересно, насколько я проеду. Всё, поехали, ебать. У него 7,55. Посмотрим, чё, сколько я смогу... Вот именно такая же машина. С 500 класс, стоковая, GP-шная, мини-джон-куперсворкс. И, короче, это самое. Бля, это будет интересно, ребят. Поддержите лайкусиком. Прям целые норшляйфы сейчас проедем. Так, подождите, только знаете, чё надо выключить? Перемотку. Без права на косяк. Ебать, первый раз еду, и сейчас сразу без какой-то пиздец будет. Перемотка, мне кажется, лучше... Но я всё равно не буду использовать это, иначе будет полный пиздец. Всё, перемотка выключена. Только АБС. Только АБС, дорогие друзья. Пожелайте мне прямо сейчас удачи, я постараюсь. Без всяких рестартов. Лучше проехать аккуратно. Аккуратно. Всё. 7.55, да? Ну это, конечно, пиздец время. Это очень быстро. Ох, ебать меня, урод. Так, я, пожалуй, возьму вид такой. Надо вспоминать, блядь. Надо вспоминать норшляйфы, друзья. Я столько на нём своё время откатал, что... Я не знаю, почему я так потею. Ебать камера дрыгается, как хуйло, блядь. Пиздец он рулится. В натуре он рулится, ребят. Он охуенно рулится. Передний привод. И такая рулёжка охуенная просто. Давай, блядь, ёпта. На ручную коробку надо было ещё поставить. Она, сука... Давай, 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 давай. Нормально, 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 нормально. Сейчас на переднем тоже покажем. Так. Ребят, вы понимаете, без права на ошибки. Никакой ебаной перемотки у меня нет. У меня нет никакой ебаной перемотки. Я, слава богу, знаю норшляйфа. И пытаешься её вспомнить, потому что... Где повреждение? Почему я вообще машина даже... Не покоцалась? И почему класс С434? Чё, блядь? Чё, блядь? А как рестарт сделать? Чё, чё-то не так, блядь. А мне кажется, чё-то попахивает не тем, блядь. Почему он у меня... Почему нет рестарта быстрого? Не, я добьюсь своего. Я реально добьюсь своего. Я сейчас просто очень жёстко лоханулся. Раскочегарил тачку из стороны в сторону. Это был мой чисто косяк. А так-то я вроде неплохо ехал. Так, ребят. Итак, прошло час. Прошёл час. Я ещё такой умный, да? Сразу... Почему бы не Норшляйфа проехать? Ладно, всё, как проеду, так проеду. А будут аварии, будут аварии. Не будет аварии, не будет аварии. Хорошо сказал. Просто мне интересно, чё я смогу выжить. Блядь, это, блядь, не Forza Horizon играть. Реально. Тут надо привыкать обратно к симуляторам. Я в своё время просто очень много симуляторов играл. И по Норшляйфа катался, и в AirFactory дрочил Норшляйфа. И, блядь, в каких играх только не дрочил его. Просто я настолько уже отвык от этих симуляторов, что мне, конечно же, сложно. Блядь, ещё камера плывёт как хуй знает что. Может быть, с салона лучше играть? Потому что я, блядь, просто сейчас укачаю здесь. Во, так получше. Давайте-ка я, пожалуй, и так буду ехать. Потому что что-то, блядь, всё дрожит. Я аж в ахуя. На полном газу. Так, всё, ребят. О, давай! Спидометр, это, конечно, на весь экран, блядь, с ахометром. Ахометр, точнее. Так, тихо. Вот тут что-то пошло не то, да, в прошлый раз? Я, конечно, умный вообще, блядь. Я, я же, ну, как бы, к автоспорту, я думаю, что многие знают, имеют отношение непосредственно к реальной жизни. И как раз-таки на переднем приводе и катался. Я красавчик вообще просто. Раскочегарял машину на переднем приводе, из стороны в сторону закидал, газ отпустил, блядь. И, конечно, мне её начало кидать. Ебать, я отвык просто. Просто пиздец, как отвык. Вообще нельзя бросать. Всегда нужно машину переднеприводную ловить газом. Больше ты её никак не поймаешь. Так. Я сейчас, наверное, ребята, это самое, блядь... У меня аж джойстик потеет, ребят. Я просто понимаю, что я должен ехать ещё столько же раза по три. И минимум, по четыре даже. Столько же проехать. И у меня нету права на ошибку. Точнее, она есть. И пускай даже лучше... Лучше я буду знать, что она типа у меня есть. Потому что иначе я сейчас буду настолько переживать, что, естественно, уебусь куда-нибудь. Так, вроде, по траектории. Я не скажу, что у меня всё плохо. Понятное дело, что не идеально. Это, блядь, первое... Первое моё заезд на Норшляйфы. На мини-куб, блядь. На переднеприводной тачке в Форзе. Ладно, всё. Хорош, хорош, блядь. Просто надо сосредоточиться. Причём, блядь, я эксклюзивный человек. Знаете почему? Потому что есть люди, реально. Просто огромное количество людей, которые не могут, когда они сосредоточены на гонке, ещё и базарить. Мне как-то похуй. Или, знаете, играть в какую-нибудь там КС-очку, блядь. Или ещё во что-нибудь. Есть люди, которые просто вникают в игру настолько, что они ещё попутно... А я, видите, у меня, блядь, многоходовочка, многофункциональный булкин. Я могу и ебашить, сосредоточиться на треке, ещё и всё это комментировать. Это хорошо. Вот так вот. Так, ладно. Ах, блядь. Сейчас игра вылетит. Вот это будет смешно вообще. Первый раз в жизни, блядь. Я вообще... Воу-воу-воу-воу. Если бы я сейчас газ отпустил, меня бы понесло. Меня очень сильно кидануло. Ребят, я надеюсь, вы не очень сильно против, что я играю от первого лица. Просто там камера ебически дрожит. Меня аж укачивает реально. Мне нужно сосредоточиться на треке. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Думал закинуть её, но не рискнул. Мог жопой раскидать её, но думаю, потом пиздец не вывезу. И всё. Так. Я не знаю, насколько хорошо или плохо я еду, пока что-то, ребят. Но в любом случае, мне очень интересен свой результат. По крайней мере, если я проеду за 8 минут с чем-то, то будет уже хорошо. Так. Ну, я, конечно, сейчас по пути могу прокомментировать. Я еду не на все бабки. Далеко не на все бабки. Тут можно намного быстрее проходить повороты. Но просто, как... Ещё раз повторюсь. Поспешишь людей, наспешишь. И я не хочу. Лучше я проеду медленно, но чётко. Это всегда так. Чем я проеду быстро, но с косяками. И где-нибудь вылечу, разобьюсь. И мне просто круг даже не засчитают. А так я еду вполне себе грамотно. И без всяких косяков лишних. Бля. Вот сейчас вообще не идеально прошёл этот поворот. Я рано врулился в него. Ушёл на внутренний. Потом из-за того, что рано ушёл на внутренний... Короче, неправильно врулился. Не на максимальной скорости. Знаете, что самое сложное, наверное, будет? Вот самое смешное, но самое сложное. Это будет финиш. Потому что, насколько вы помните, там вот эта финишная прямая. Там ты разгоняешься на все бабки. А потом тебе нужно оттормаживаться перед поворотом. И как бы там повороты такие зигзагообразные. И я чувствую, я там размотаюсь. Я лучше поеду. Этот мини-купер, он даже не едет. Посмотрите, он 200 еле-еле, блядь, собирает. Просто. Это вообще не едущий мини-купер. И только меня смущает, почему у меня класса С434, а у чувака там был С... С500 или С499. Помните, когда мы смотрели результат? И как бы... Причём, когда я выбирал тачку, у меня тоже было написано С... 500. А потом что-то стало С... 434. Так, где там карусель... О, каруселька, каруселька. Я обожаю её. Как она тут, кстати, реализована в Форзе? Фух, как я и умел её проходить, блядь. Выбирать. О, тут она немножко не такая, как... Ну, такое. Блядь! Хо-хо-хо-хо! Тут она какая-то жёсткая каруселька, друзья. Я словил немножко отбойник. Я уже думал, мне даже не засчитает время, но нет. Этот маленький косячок от меня не повлиял никак. Сам прикол, ребят, что через... Блядь, это пиздец. Через почти 2 минуты я уже должен финишировать, а ехать ещё, ну, как бы... Не сказать, что много, но достаточно. Блядь, если бы я не знал внутрь шляфи, я бы не знаю, что я сейчас... Я бы даже не поехал сейчас. Я, конечно, поглядываю на карту, чтобы вспомнить все эти маленькие поворотики, потому что, естественно, я их вот забыл уже. Но, в целом... Вот сейчас, кстати... Вот сейчас хорошо. Сейчас хорошо. Так, у нас буквально уже скоро будет финишная прямая. Эта ебаная. Ну как, что есть? О, так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как же... Я не люблю переднеприводные машины, на самом деле. Хоть я и в реальной жизни очень много на них прогонял, но, сука, они такие интересные в управлении. Я уже настолько привык к полному и заднему приводу, что для меня передний самый непонятный привод. Но сейчас я вроде более-менее вспомнил все азы. И это очень сильно помогает. Я, помните, друзья, говорил, это правда, это я каждый раз, я не устану это говорить, но во многом, когда участвовал я в спринтах, в ралли-спринтах, в реальной жизни, мне во многом помог Гранд Туризма 5. Потому что... Когда я играл на руле в Гранд Туризма, очень много ситуаций различных, очень много разных тачек. Там вот эта зима, это все, это очень-очень-очень-очень-очень похоже на реальную жизнь, друзья. Так что, если кто-то еще пока не водит, а потом будет водить или гонять, то он поймет обязательно, что это все симуляторы, они действительно в наше время, все симуляторы, которые выходят, они пиздец как похоже на реальную жизнь. Слушайте, ребят, у меня... Мне не нравится мое время, на самом деле. Это далеко не 7.55. Но мне интересно хотя бы сколько, сколько. Все, друзья, остается финишная прямая. 8.30, наверное, будет, потому что по прямой, поэтому мы будем на этом мини-купере... Ой-ой-ой, как долго фигарить, потому что он нифига не едет. Не, чувак хуячил на все бабки, ну и плюс у меня реально подозрение такое, что у него-то он что-то был другой мини-купер, потому что, видите, у нас... Все-таки класс немножко другой. Итак, друзья, момент истины. Что там сильно? Ой, какая царапина нехорошая. Ну, я надеюсь, меня простят за это. Мошки, смотрите, налившие. Вообще битум, вообще грязь. Как же охуенно. Царапки вообще прям. Блядь, 214, 216, 220. Да, это не 8.30 даже будет. Потому что эта прямая просто длится вечно на мини-купере. Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Блин, как же вот эти вот движения, смотрите, потряхивания. Вот тут я, главное сейчас, чтобы я... Тут я прохожу на полном газе, даже не парюсь. Вот тут надо уже как-то тормозить сейчас будет. Так, сбавляю газ. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. На газу. Так. Ну, можно было и быстрее, на самом деле. Так, а вот тут уже надо с АБСочкой. Ой, как я не любил эти повороты. Я помню, когда бился тоже за рекордное время... За рекордное время на Норшляйфе. Я, конечно, вот тут всегда вот этот мой нелюбимый поворот. И мое время, друзья, просто фееричное. Охуенное. 9,03,900. А, 404. Ох, да. Да, друзья мои. Я даже не знаю. Я даже не знаю. Хотел бы я, конечно, взглянуть сейчас на список лидеров. Что же я сейчас и сделаю? Ага. Лучше всего 5,30 тут чела, чтобы удается проехать. Так, хорошо. Я на 279 месте. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Подождите-ка. Класс, мне нужно как-то отсортировать. Как отсортировать класс? Вот. Класс. Так, 434, действительно. 903,404. Вы на вершине 10%. Это из всех, кстати, это неплохо. Только единственное, я не особо понимаю. Ну, смотрите, по крайней мере, по крайней мере. Где у нас по... Ну, как еще тут можно отсортировать? Хардкор. Европа. Таблица очков. Рядом со мной. Так, 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 так. Слушайте, ну... Конечно, тут сложно все это. Сложно. Можно было по классам разбить. Потому что давайте даже с ним вверх. Ну, вот на Сильвии чел проехал 8,47. Ну, у него что это такое получается? У него авто... Авто это что такое? Авто, я даже не знаю. Авто. А, автоматическая коробка, наверное. Ну да, у него то же самое. Но у него еще... А, это на гольф. У него еще и пробуксовочная система была включена. А так... А так... Слушайте, ну какой-нибудь похожий это машина. Сивик 16-го года. Он Б-класса. Б-класса. Б-класс. Слушайте, ребят. Ну, короче говоря, это интересно получилось, мне кажется. По крайней мере, на МЛ-ке 8,32. Чувак проехал. Ебать. Б-класс. Жалко, тут нельзя, конечно, немножечко по-другому отсортировать. Посмотреть. Но по хардкору тут вообще жестко, блядь. Смотрите, чуваки что творят. Можно, конечно, будет взять потом. Но это по хардкору. Надо как-то... Какой-то неправильный фильтр немножко. Европа. Да нахуй мне Европа-то это. Че мне по Европе смотреть? А так, по Европе... Че тут вот самое такое более... Вот Уракан, подождите. Уракан, смотрите. R-класса, но он тюнинный, да? Стоковые бы были за это. Тачки все. Где-нибудь есть сток вообще? Тут вообще жестко. Здесь 79-й причем я тут. По Европе, если смотреть. Меган, смотрите. Чувак проехал. Ну, короче, такое, среднее совершенно время. Не самое хуевое, но и не самое лучшее далеко. Ладно, ребят, спасибо всем за просмотр. Такая хардкорная серия получилась. Мне понравилось. Так что, ребят, ставьте лайк. Мы завершили хотя бы одну приказом погодную сценарий. Че? Ставьте лайк, друзья. Если вам понравилась серия. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующей серии. Именно по Forza Motorsport 7. Комментируйте. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok